Шел водовиль с переодеванием. Клавдия Матвеевна Дальская-Каучукова, молодая симпатичная актриса, горячо преданная святому искусству, вбежала в свою уборную и начала сбрасывать с себя платье цыганки, чтобы в мгновенье ока обречиться в гусарский костюм. Стоп. Уже интонацию не туда. Сейчас будем вычеркивать. Клавдия, ты такая, давай-ка лишнее убирать. Ну не лишнее, да простит нас Антон Павлович, но лишнее то, что задание дает. Что убираем? Что оставляем? Самое основное. Самое основное оставляем, все мы убираем. Шел водовиль с переодеванием. Клавдия Матвеевна Дальская-Каучукова. Можно просто молодая симпатичная артистка вбежала и... Все? Да? Молодая симпатичная артистка вбежала. Шел водовиль с переодеванием. Без эмоций. Шел водовиль с переодеванием. Констатации. Побереги эмоции. Шел водовиль с переодеванием. Клавдия Матвеевна Дальская-Каучукова, молодая симпатичная актриса, вбежала в свою упорную и начала сбрасывать с себя платье цыганки, чтобы обличить... Нет там паузы перед что-то. Сбрасывать платье цыганки, чтобы переодеться или что-то там, переодеться или еще что-то. Нет паузы. Запятую зачетую. Вбежала в свою упорную и начала сбрасывать с себя платье цыганки, чтобы в мгновение ока... Ну, уже может, просто... Чтобы обличиться в гусарский костюм. Да, конечно. Чтобы обличиться в гусарский костюм. Все эти мгновения. Понятно, что она вбежала. То есть, вот это слово «вбежала» говорит о том, что ей нужно очень быстро переодеться. А то бы она спокойно зашла в свой. Вбежала в свою упорную и начала сбрасывать с себя платье цыганки, чтобы обличиться в гусарский костюм. Во избежание лишних складок, чтобы этот костюм сидел, возможно, гладко и красиво... Сейчас, сейчас, сейчас уберем. Дальше что? Дорогитая артистка решила сбросить с себя все до последней нитки и надеть его поверх одеяния Евы. Ну и, смотри, ну и оставляю только складки. Во избежание... Во избежание лишних складок? Да, во избежание лишних складок она решила вот прямо вот на Еву все это надеть. Чтобы все было миленько и чудненько. Остальное вымарываем. Во избежание лишних складок? Вот нет, Антон Павлович, никогда бы в жизни не подумал, что будут такие задания у вас. Потому что комиссии надо быстро, 3 минуты на каждого. Во избежание лишних складок, артистка решила сбросить... Во избежание лишних складок, артистка решила сбросить с себя все до последней нитки и надеть его поверх одеяния Евы. Вот и все. И вот когда она разделась и пожимаясь от легкого холода стояла... И вот когда она разделась... И вот когда она... И вот когда она разделась и пожимаясь от легкого холода стала расправлять гусарские ритузы, до ее слуха донесся чей-то вздох. Она сделала большие глаза и прислушивалась. Опять кто-то вздохнул и даже будто прошептал... Ну что, грехи наши тяжкие... Он же у нас старый. Грехи наши тяжкие... Так... Грехи наши тяжкие... Здесь ничего не нужно убрать, и вот когда... А вот как бы хочется... А вот как бы хочется... А просто что? Еще раз... Почитай еще раз. И вот когда она разделась и пожимаясь от легкого холода стала расправлять гусарские ритузы, тузы да и слуха донесся чей-то вздох она сделала большие глаза если а если если сразу на грехи перейти там это нельзя так она сделала большие глаза и опять донеслось что там по тексту грехи наши тяжкие можно там да и слуха донесся чей-то вздох и вот здесь реплика если убрать там же дважды обращать внимание одно обращение убрать одно ставить и вот когда она разделась и пожимаясь легкого холода стала расправлять гусарские литузы да и слуха донесся чей-то вздох грехи наши тяжкие недоумевающая артистка смотрелась и не увидев фугорно ничего подозрительного решила заглянуть на всякий случай под свою единственную под диван под свою единственную мебель всё так хорошо убрали здесь тоже много еще раз читаем и вот про про вид проще текст и вот когда В нейтральность уйдет после грехов наших тяжких. Опять уйдет в нейтральность в авторских сердцах. Уйдет в нейтральность. И вот, когда она разделась и, пожимаясь от легкого холода, стала расправлять гусарские ритузы, да ее слуха донесся чей-то вздох. Грехи наши тяжкие. Неудобивающая артистка осмотрелась и, не увидев у горли ничего подозрительного, решила заглянуть на всякий случай под диван. Всякий случай под диван. И что же, под диваном она увидела длинную человеческую фигуру. «Кто здесь?» – вскрикнула она в ужасе, отскакивая от дивана и прикрываясь гусарской курткой. «Это я!» – Да. – Возможно… – Отпрыгнула… – Кто здесь? – Отпрыгнула… – Да, там ничего не уберешь. – Тут ничего не уберешь. – Ага. – «Кто здесь?» – вскрикнула она в ужасе, отскакивая диван и прикрываясь гусарской курткой. – А нам сейчас это уберу. – Так, по идее можно все убрать вообще. – Угу. – Что идет дальше? – Ну… – Там идет описание то, что она отпрыгнула и то, что она прикрывалась. Понятно, что она не надела на себя до конца костюм, она расправляла только свои гусарские панталоны эти. И она не до конца была… А нет, а что идет дальше? – Так. «Это я!» «Это я!» «Не пугайтесь!» «Я!» – Вот тогда смотри. «Кто здесь?» «Это я!» «Не пугайтесь!» «Вообще все выбросить там?» «Угу» «Или там…» «Она отпрыгнула, что там…» «Еще раз свернуть?» «Угу» «Кто здесь?» «Вскрикнула она в ужасе, оттаскивая…» «Откакивая диван из куртка?» «Сейчас представить…» «Вот она одевалась…» «Угу» «Кто здесь?» «Вскрикнула она?» «Это я!» «А это какой я?» «Ну и все…» «То, что там она прикрылась…» «Смотри, если это ввести в действие, она 100% будет там прикрываться…» «То есть мы даем возможность зрителю…» «Представить…» «Представить…» «Он воображает все это…» «У него развито все это видение…» «Угу» «Если она не до конца оделась, она наверняка прикроется там что-то…» «Кто здесь она?» «Это я!» «Не пытайтесь! «Это я!» «На самом шепоте похоже на сковородное шипение…» «Артистке неудобно было узнать голос антрепренера Индюкова…» «Вы…» «Так, давай…» «Давай выбирайте! «Раз так тяжело тебе-то сковородка дается…» «Да, ну я прям взбиваю!» «Вот она тебя взбивает с толку, давай убирать…» «На самом шепоте?» «Да!» «Уже грусавый шепот, понимаешь, сковородка шкварчащая…» «Это еще определение, нам понравится…» «Убирай его!» «На самом шепоте артистке не трудно было…» «Может, я ей не трудно было узнать?» «Ну конечно!» «Она узнала…» «Там нельзя менять…» «Лучше не менять…» «Менять нельзя, просто убирать…» «Хорошо!» «Угу…» «Ну в самом шепоте ей не трудно было узнать голос «Антерпренера Индико» «Отлично!» «Все!» «Все!» «Сковородку убрали…» «Вы?» «Как вы смели?» «Это значит вы, старый подлец, все это время лежали здесь?» «Так, вы смотри…» «Так, сейчас…» «Все хорошо, ты сейчас Сарьяна…» «Да» «А ты должна…» «Ты сейчас сто процентов Сарьяна была…» «Должна быть актриса…» «Вы?» «Вы?» «И вы здесь?» «Понимаешь?» «Она там вся та стоит, значит, в Неближе…» «Кое-как штаны только напялила, тут прикрылась…» «Вы?» «Убери вот этот…» Вот это вот, давай наоборот, она там по описанию известная там какая-то, да, у тебя там что-то там, больше как бы такого надо дать, да как вы смели, да вы как вы смели вообще, а потом она, видишь, а потом она поведется, сначала она такая гордая, да, сначала она, да как это так, да убирайтесь отсюда, вон, и здесь она, у тебя должна быть смена должна быть, давай. Вы? Как вы смели? Это значит, вы, старый подлец, все это время лежали здесь? Этого еще не доставало? Матушка, голуба моя, не сердитесь драгоценно, убейте, растопчите меня, как змея, но не шумите, ничего я не видела, и не вижу, и видеть не желаю. Напрасно вы только прикрываетесь, голубушка, красота моя неописанная. Вы слушаете старика одного, но бой уже в могиле стоящего, незачем мне иным тут не валяюсь, только как ради своего спасения. Погибаю, глядите, волосы на голове моей стоят дыду. Из Москвы приехал муж моей Глашеньки, Прындин, теперь ходит по театру и ищет погибели моей. Ну давай убирай, давай его вот этот вот плач, его вот эти слезы вот эти все надо сейчас, давай сократим, сократим. Поехали еще раз. Голубушка. Матушка, голуба моя, не сердитесь драгоценное, убейте, растопчите меня, как змея, но не шумите. Да можно убрать все эти, как змея, убейте, растопчите меня, только не шумите. Убейте, растопчите, только не шумите. Матушка, голуба моя, не сердитесь драгоценное, убейте, растопчите, но не шумите, ничего я здесь не видел. Вот может невежую видеть не желаю тоже, но когда видеть, видеть. Ничего не видят и не желают, может быть, как-то. Понимаешь, я думала, я этот рассказ не читала раньше, я думала, ну, сейчас человек там дальше пойдет, она говорит, ах, вы еще и не желаете. Ах ты такое! Что, не на что смотреть? Ну, вот тебе комплект. Да, да, да. Ну, давай. А все проще, все делать деньгах. Матушка моя, матушка голуба моя, не сердитесь драгоценной, убейте, растопчите, но не шумите. Ничего я не видела и не желаю. Напрасно вы даже прикрываете эти голубы. Голубушка. Там уже была матушка голубушка. Напрасно. Можно смотреть, там матушка голубушка через дефицит, да, первый раз? Да, матушка твоя дочь, а голуба моя. В первый раз, да? Нет. Можно, ну, можно тогда оставить матушка, там можно добавить голубу. Или нет? Что там у Чехова? Как? У него первое идет, матушка голуба моя. А дальше он начинает. Ага. Дальше, дальше. А вот кто в другой раз? А потом тот идет так. Напрасно даже вы прикрываете голубушка, красота моя неописанная. Вот смотри, значит, тогда голубу убирает, сюда матушка. А сверху убирай голубу в первый раз. Матушка. Ага. 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 Получается ведь она его значит. Смотри. Он в возрасте, судя по описанию, и он ее матушка голуба моя. Ну да. Тоже матушка. Нашел матушку. Ну да. При хронном возрасте там актриса, что ли? Молодая же по описанию. По описанию молодая, но ее матушка, ну не знаю, ну может быть, это как бы голуба моя, матушка голуба моя. Ну как-то вот так. Ну здесь, наверное, не имеется в виду возрастной ценз как-то все. Ну ладно. Давай попробуем, соединим вас сначала. Матушка, не сердитесь драгоценное. Убейте, растопчите, но не шумите. Ничего я не видел, но не желаю. Напрасно вы даже прикрываетесь, голубушка, красота моя и неописанная. Вы слушайте старика одного ногой уже в могиле стоящего. Ах! Ну может быть, про могилу убрать и вы слушайте старика. Ну да, вот как-то хочется. Ну старик, ну что, зачем нам там про могилу убираем? Ну вы слушайте старика. Красота моя и неописанная. Вы слушайте старика. Ни зачем иным я тут не валяюсь, только как ради своего спасения. Вот тут, эээ... Низачем уны мне тут не валяюсь разве только как ради спасения? Низачем уны? Мне не надо смотреть на Ваша неглижета! Не-не-не, я не зачем уны здесь не валяюсь ради только спасения своего? Низачем уны я тут не валяюсь как только ради спасения своего? Вот! Погибаю! Глядите, волосы мои на голове стоят дыбом! Да убрать это всё! Волосы с дыбом тоже убрать! погибаю все ради спасения своего погибаю ради спасения своего погибаю из Москвы приехал муж моей Глашенко приндит теперь ходит по театру и ищет погибели моей ужасно ведь кроме Глашенко я ему владею еще 5000 должен мне такое дело убирайте Силюши убери Глашеньку ужасно ведь я ему 5000 должен так сейчас ужасно ведь кроме Глашеньки зачем убери тем более что как бы я даже и не совсем здесь поняла что ты у Глашенко два раза муж моей Глашеньки потом опять Глашенко и что-то как-то да да сейчас ужасно ведь я ему владею муж моей Глашенко давай все-таки разберемся приехал муж его Глашенко ему кто подружка то есть Глашенко фаворий у него Глашенко приехал муж то есть он должен и Глашеньке и муж должен всем ну и убирать Глашенко муж Глашенко оставляли а там я ведь я же ему 5000 должен ведь я ему 5000 должен мне какое дело убирайтесь уже не перешла а мне какое дело мне то какое дело 5000 должен ну и что дальше я тут при чем стоит полуголая актриса он там под диваном валяется и здесь объяснять 5000 ну иди отдавай то есть здесь никакого психоза нет у него здесь все нормально ну так и что мне то какое дело мне такое дело убирайтесь сию же минуту вон иначе иначе я не знаю что с вами под лицом сделаю слушенька на коленях прошу плохо смотри вот это вот не знаю что я с вами делаю тоже эмоциональный какой-то вот женский вот это то все ничего она с ним не сделает что она сделает ну покричит там ну так главное что убирайтесь отсюда вот то есть убери там что то я не знаю что я с вами делаю честная эмоция такая вычеркивает да и сию же минуту убирайтесь сию же минуту вон вон потому что там дальше еще и еще и еще мне а мне какое дело убирайтесь сию же минуту вон слушенька на коленях прошу ползаю куда же мне от него укрыться ежели не у вас ведь он мне везде найдет сюда только не посмеет выйти смотри вот сюда не посмеет войти везде найдет убирать так мы клиент прошу ползу куда же мне его укрыться так только ведь только сюда он не посмеет войти а перед этим все убирать то есть он на самом деле в гримерку в женскую он действительно туда не войдет душенька на коленях прошу ползаю куда же мне от него укрыться ежели не у вас даже убираю ползаю душенька на коленях кто туда прожит только как только не у вас это по задавок что то куда же мне от него укрыться ежели не у вас туда же мне укр certificates. ежели не у вас. На коленях прошу, куда же мне от него укрыться, ежели не у вас? Ведь он только сюда не посмеет войти. Вот и все логично, но как дальше? Ну, умоляю, ну прошу, часа два назад я его видел. Стою я в это время первого действия за кулисами. Прошу, Нина, умоляю, я часа два его видел назад. Умоляю, я часа два назад видел. Ну, умоляю, часа два назад я его видел. Стою я в это время первого действия за кулисами. Грыжу, а он идет из партера на сцену. Такой, типа, шок. Стало быть, вы все это время... Стало быть, вы все это время драмы звучит. Давай еще раз перейдем, поднимемся, перейдем. Там, вот, видел, там, вот это, там... Еще раз еще что-то там, можно нам? Так сказать. Просто, что, а он идет. Ага. А он идет. Так, мы умоляю, часа два назад я его видел. И идет вот прямо отсюда. Убирай там перед этим. Идет прямо из партера. Я его видел. А он идет? Ага. Да и все. А он идет прямо из партера. Я его видел. Он идет прямо из партера. Не обязательно там, где он там, за кулисами стоял или что-то. Где он... Откуда он его видел? Главное, что он идет. Ну да. Часа два назад я его видел. А он идет из партера на сцену. Стало быть, вы все это время... Стало быть, вы... И во время драмы звучит. А стало быть, вы во все это... Ага. Вот это вот все. А она... Значит, ты здесь, знаешь, здесь включая Раневскую. Ага. Значит, ты разговаривал с Харанем и ничего у него не выпросил. То есть, тут прямо обстащить надо. Стало быть, вы... Угу. Стало быть, вы во время драмы здесь валялись и все видели? И... Так, сейчас антрепренер заплакал. Наверное, уже не надо, что он уже дальше в монокале пойдет. Там уже будет и дейт, и в разуме. Да-да-да. Да-да-да. Ага. Ага. Да-да-да. Здесь смысл. Все хорошо. Вежим. Вежим. Еще видели? Ага. Дрожу, трясусь, матушка. А матушка трясусь опять. Витюш. Дрожу, трясусь, матушка. Убьет проклятый. Витюш, смотри. Дрожу. Убьет проклятый. Угу. Ну, вообще, можно через паузу, можно и матушку убрать. Дрожу, убьет. Дрожу. Убьет проклятый. Витюш, не раз стрелял в меня... Убить уж не раз. Стрелял в меня в нижнем. Мы где-то вписали. Ах, это, наконец, невыносимо. Уходите, мне уже пора одеваться на сцену. Выходите. Убирайтесь. Так, лампу я вас спущу, наверное, тоже. Угу. 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 Молодец, соображаешь. Угу. Так, так. Уходите. Ага. Да. Сейчас тогда отрею реплики. Ах, это, наконец, невыносимо. Уходите, мне пора одеваться на сцену. Выходите. Умирайтесь. Надежда, вы боялись. Якорь спасения. 50 рублей прибавки. Только не гоните. Смотри, убирай, Надежда Матерьевна. Угу. Якорь спасения. 50 рублей прибавки. Понимаешь, он здесь по-деловому. Здесь он как бы бьет на жалость. Якорь спасения. 50 рублей добавки. Добавки. И медефис. Так. Угу. У нас. А, вот это он был манифис, мы его дальше уже закупываете. Якорь спасения. 50 рублей прибавки. Только не гоните. Нет, еще ологи. 50 рублей прибавки. Только не гоните. Ниже опустись. Все, и через такое, через дыхание. Якорь, понимаешь, якорь спасения. 50 рублей прибавки. А золочу. Опять даже твою ванну. Помнишь? Угу. Капрау. А золочу. Вот у тебя здесь, понимаешь, таким образом не надо. Угу. Угу. Якорь спасения. 50 рублей прибавки. Только не гоните. Артистка прикрылась кучей платья и побежала к двери, чтобы крикнулся. И Дюков попал за ней на коленях и схватил ее ногу выше лодыжек. И Дюков попал за ней на коленях и схватил ее за лодыжек. Пополз, убирай, убирай колени. Дюков пополз и схватил ее за лодыжки. Дюков пополз и схватил ее за лодыжки. Ага. 75. 75 рублей. 75 рублей. Представь себе вот его лежащего на пузе, он ее держит за лодыжки, поднимает голову. 75 рублей. Было 50. Да, а теперь 75. 75 рублей. Только не гоните. Еще полбенефиса прибавлю. Лжете. Смотри, пауза. 75 рублей. Потом вот так, смотри. Еще. Через скрипывание вот это. Еще бенефис обломлю. Пауза здесь должна быть хорошая. Она должна это переосмыслить. Обязательно переосмыслить. Чай попей, все уже стыло вообще. Ну как? Даже совсем как раз, совсем уже широкоилась. Тот же вопрос. Кто-то пытается на спецы? Угу. Может и я? Угу. Остачно? У нас тут просто открылся. А, спасибо. 75 рублей. Только не гоните. 75 рублей. Только не гоните. А, спасибо. 75 рублей. Эй, у нас. 75 рублей. Только не гоните. Еще пол бенефиса прибавлю. Ага. Прибавлю опять ушла в сольян. Ага. Сейчас. И еще, вот это было хорошо. И еще пол бенефиса прибавлю. Вот. Ага. Вот. А кто-то должна оценить? В лжете. Ну, скажи меня Бог. Во-первых, не сразу поняла даже слово. Ты просто как бы вы лжете. Угу. Совращай. По почетчику. Вы лжете. Давай, да. Потом уберешь его. Междометьте и поможем. Да вы лжете. Я же вас знаю. Я здесь, понимаешь, здесь как бы она знает этого человека. Да вы лжете. Вот он цепляется там, зацепился, все. И вот она сверху вниз. Ну да. Давай-ка через хмык. Да вы лжете. Да вы лжете. Пол бенефиса. 75. Ха. Да вы лжете. Угу. Сейчас тогда 75 рублей. 75 рублей. Только не гоните. И еще пол бенефиса прибавлю. Да вы лжете. Накажи меня Бог, клянусь. Да мне ни дна, ни покрышки. Вот тоже давай выбирай. И накажи Бог, и клянусь, и ни дня, и покрышки. Ни дна, и покрышки. Пол бенефиса, и он ее дает. Давай, что оставляем мы? Когда идет пол бенефиса, и 75 рублей прибавки. Он как бы давит на нее. Нет, нет, одно надо оставить что-то. Накажи меня Бог, клянусь, чтобы не дна, ни покрышки. Накажи меня Бог. Угу. И дальше. Тогда, наверное, в то время это было самым весомым. Да сейчас никто ничего не боится. А зря. Угу. Накажи меня Бог. Накажи меня Бог. Пол бенефиса, и 75 прибавки. Пол бенефиса, и 75 прибавки. Вот так вот. То есть он, понимаешь, он здесь, он по большому счету, он обещание дает. Угу. Понимаешь что? Прямо перед Богом. Угу. Накажи меня Бог. Накажи меня Бог. Пол бенефиса, и 75 прибавки. Дальская Паучукова минуту поколебалась и отошла от двери. Угу. Ведь вы все врете. Пробались я твой землю, чтобы мне царствия небесного не было. Да разве я подлец какой-то, что ли? Ладно, помните же. Убирай подвес, и так понятно там. То есть тогда... Когда нужно что-то... Здесь продолжайте, мы царствие небесное оставляем, а дальше... Угу. Ладно, помните же. Ну, полезайте под диван. Индюков тяжело вздохнул, и с сыпением полез под диван. А Дальская Паучукова стала быстро одеваться. Ей было совестно, даже жутко от мысли, что в уборной под диваном лежит посторонний человек. Но осознание, что она сделала уступку только в интересах святого искусства, подобрила ее настолько, что сбрасывая из себя немного спустя гусарское платье, она уже не только не бронилась, но даже и посочувствовала. Так, ну, большущий текст, да, такой? Ну, давай работать над ним. Что же мы здесь убьем? Так, Индюков тяжело вздохнул, и с сыпением полез под диван. Может, просто Индюков... Вдохнул и полез? Да, с сыпением под диван. Угу. Вдохнул и полез под диван. Так, дальше. Индюков тяжело вздохнул и полез под диван. А Дальская Каучукова стала быстро одеваться. Ей было совестно и даже жутко от мысли, что в уборной под диваном лежит посторонний человек. Так, смотри, ей стало одеваться. Ей было совестно от мысли, что в уборной лежит... Ей было столько, что сбрасывая из себя немного гусарское платье, то немного спустя гусарское платье. Что сбрасывая из себя. Может, просто платье. Ну там, понимаешь, там получается, что она уже отыграла. Она уже отыграла, она уже отыграла, она уже отыграла, так? Получается, так. Спектакль закончился, она вернула. А нет, получается, быстро стала одеваться, то есть она еще в процессе. Она одевается, так. Потом идет осознание, что он там, но интересно искусство ее и финансы. А вот куда важнее. Дальше. Так. Настолько подобрила ее, что сбрасывая из себя немного гусарское платье, она уже не только не бронилась, но даже не посочувствовала. Так она его надевала. Да, вот. А сейчас она его сбрасывает. А сейчас она его сбрасывает. Там есть слова «немного спустя»? Да. То есть, получается, все-таки, что спектакль прошел. Ну да, значит, прошел. То есть, эти мысли были с ней, она отыграла спектакль, она вернула с гримью в руку, она сбрасывает уже себя. Вот нужно вот этот процесс. Что события нереально нужно сохранить, что... Ну да. Так. Сейчас, тогда... То есть, ей была совесть на самом деле весь процесс. Ей была совесть над мыслью, что в уборной под диваном лежит посторонний человек, но в сознании, что она сделала... Что? Да может убрать вборное, что под диваном лежит посторонний человек, либо убрать в уборную. Понятно. Грим уборная. И вот здесь может и... Так. Но осознание, что она сделала это только, что брать уступку только в интересах. Но осознание, что она это сделала только ради искусства, или ради святого искусства, подобрило ее настолько, что она оттуда тоже существует подряд. Сейчас. Сложно. Есть текст. Ей было совестно от мысли, что под диваном лежит посторонний человек, но осознание, что она сделала, что она сделала. Она сделала вступку только в интересах святого искусства, подобрила ее настолько, что сбрасывая с себя немного спустя гусарское платье, она уже не только не бронилась, но даже и сочувствовала. Тогда убрать, может быть, хотя здесь сравнение. Давай оставим этот текст, как есть. Здесь важно, что она тоже не сбрасывает платье, она уже не только, но и посочувствовала. Ну, дальше. Вы там выпачкаетесь, голубчик, Кузьма Алексеевич. Что я только под диван и ставлю. Водебиль кончился. Артистку вызвали 11 раз и поднесли ей букет с лентами, на которых было написано. Оставайтесь с нами. Вы там выпачкаетесь, то есть у нее уже здесь... Она снила гнев на милость, она уже сочувствует. Она уже девушка получит, она уже добрая. Да, сделка совершилась, под диваном полежала, ничего страшного, да? О, все. Вы там выпачкаетесь, голубчик, Кузьма Алексеевич, чего я только под диван и ставлю. Водебиль кончился. Артистку вызвали 11 раз и поднесли ей букет с лентами, на которых было написано. Оставайтесь с нами. Уходя после овации... Да, ну просто букет с лентами. Не обязательно, что там было написано. А. Букет с лентами. В 11 раз и поднесли букет с лентами. Водебиль кончился, артистку... Это важно, что оставайтесь с нами? Нет. Ну это ж под халебашки, нужно им больно. Водебиль кончился, артистку вызвали 11 раз и поднесли ей букет с лентами. Уходя после овации к себе в уборную, она встретила за кулисами Индюкова. Запачкали, помятые... Опять же ленты, на них же было написано, да? Ага. Тогда просто букет. А, или букет. Ага. Убираем ленты. Потому что оно как бы потянет за собой, что на них там написано. Ага. Знаешь, как на гроб прям. Ну да, она тоже сразу с помнением написала. Ох, ну давай. Водебиль кончился, артистку вызвали 11 раз и поднесли ей букет. Уходя после овации к себе в уборную, она встретила за кулисами Индюкова. Запачканный, помятый, взъерошенный антрепренер сиял и потерял... Давай убираем, что самое важное. Не запачканный, а взъерошенный, оставляй, наверное. Взъерошенный антрепренер. Уходя после овации к себе в уборную, она встретила за кулисами Индюкова. Взъерошенный антрепренер сиял и потерял руки от удовольствия. Сиял и потерял руки от удовольствия. Растащили. Сиял и потерял руки от удовольствия. Че это вдруг? Только что там ползал, страдал, а тут сияет. А тут сияет. Что случилось-то? Вот она идет, она за сценой лютипи, букетом. Она же была, да, тут уже во второй есть, вот уже цветы, и тут что-то поменялось. Так. Уходя после овации к себе в уборную, она встретила за кулисами Индюкова. Взъерошенный антрепренер сиял и потерял руки от удовольствия. Ха, вообразите, голубушка. Заговорил он, подходя к... Нет. Смотри, здесь другая. Да. Вообразите, голубушка. Вообразите. Смотрите, какой я вообще... Как я мог вообще, а? Меня борода с фанталой сбила, а? Ой. Антре вообще, это же по-французски выход. Угу. Угу. А, ну-ка, пошли антракты, еще вот это... Лыха. Ага. Так. Угу. Ха, вообразите, голубушка. Посмейтесь над старым хрящом. Опять вообразите. Убираем, убираем. Угу. Посмейтесь над старым хрящом. То был вовсе не Прындин. Черт его возьми, длинная рыжая борода меня с фанталыку сбила. Ведь у Прындина тоже... А, у Прындина тоже. Давай сокращать. Так. Давай сокращать. Представляете? Угу. Так. То ведь был не этот. Вообще все убираем. Так. Посмейтесь над старым хрящом. То был вовсе не Прындин. У Прындина ведь тоже... Так, сейчас... Вот с рыжей бородой как бы... Да меня с фанталыку борода сбила. У Прындина. А, вот. И все, сразу уходи, что его сбила это. То же был не Прындин. А. Меня ему борода сбила с фанталыку. Был не Прындин. Вы ссораете? Угу. Так. Посмейтесь над старым хрящом. То был вовсе не Прындин. Да меня борода с фанталыку сбила. То бы знался, старый хрен. Напрасно только вас побеспокоил, красавица. Так. Обознался, убираем. И так понятно, с фанталыку сбил. Обознался, это все синонимически отбираем, обознался. Ага. С фанталыку сбил. Вот напрасно только вас потревожил. Сразу переходи. Вот напрасно только вас потревожил, красавица. То был вовсе не Прындин. Да меня борода с фанталыку сбила. Напрасно только вас побеспокоил, красавица. Вот. Ну вы же смотрите, помните, что мне обещали? Смотрите, убирай, но вы же помните, что мне обещали? Помню, помню, родная моя, ну голубушка. Ну и тут сразу, помню, 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 ну голубушка, это же не прыгать был. Ну да. Понимаешь? Ну, голубушка, вы же понимаете? Нас же понимаете. Помню, помню, родная моя. Ну, голубушка, ведь то не Прынзин был. А мы только насчет Прынзина условились. А мы же только по-моему Прынзина. Понимаешь, ты сделала мой опять разговор. А мы только растаскиваем. Ну, как же. Я-то помню. Я помню. Там даже можно, знаешь, вот этот второй помню-помню, даже второй убрать. Я помню, но мы же с вами насчет Прынзина договаривались. Помню, он не отказывается. Помню. Помню, родная моя. Ну, голубушка, ведь то был не Прынзин, а мы только насчет него условились. А зачем я буду обещанно исполнять, ежели я это не Прынзин? Да, хорошо? Будь то Прынзин, ну тогда конечно. Нет, вот будь то Прынзин, вот сейчас, понимаешь, идет разговор так, ну, что же я буду это... Вот, будь то Прынзин, я бы обязательно выполнил. Как сказал? Ну, это ж не Прынзин. Будь то Прынзин, ну тогда конечно. Ну, другое дело. А то ведь сами видите, обознался. Чудака какого-то Прынзина принял. Да вообще не надо чудака убирать все это. Обознался и все. Обознался. Обознался. Вы же сами видите, обознался. Так, ладно тогда. Будь то Прынзин, ну тогда конечно. Другое дело. А то ведь сами видите, обознался. Как это низко. Низко и мерзко. Эээ, нет. Смотри, я смотрю. У нас должна... Он ее шокировал. Посмотрите. Сейчас. Как это низко. Понимаешь? Взрывной кадр. Как это низко. Божился. Клялся. Как это низко. Низко и мерзко. Низко и мерзко. Низко и мерзко. Она у нее представляет что-то. Она же уже там себе распланировала. Она же себе плавно громадеон настроила. Как это низко. Низко и мерзко. Будь то Прынзин, конечно. Вы имели бы полное право требовать ваше... Чтобы я выполнил обещанное... Чтобы я выполнил обещанное. А то черт его знает, кто он такой. Может от забожника или, извините, портной. Так мне что, платить за него? Нет, я честный человек. Мам. Ну, это переводит много вообще. Здесь, в принципе, можно было бы даже вообще этот текст весь вымарить. Но здесь, ну, будь то... Вот тут очень важно в том плане, что идет дискриминация, да, там. Давай вымарывать и оставлять только... Будь то Прынзин. Конечно, вы бы имели полное право требовать обещанное. А тут... Кто его знает, кто там? Там дальше эмоции все эти убирает. И к финалу. Будь то Прынзин, конечно. Вы бы имели полное право требовать обещанное. Будь то Прынзин, вы, Иванушка, имели полное право требовать обещанное. Да, вот требовать обещанное. Вот будь то Прынзин, я... Все, я согласен. То есть, в принципе, идет повтор. В принципе, идет повтор. Но здесь важная мысль. Важная мысль, то есть классовая вот этой вот... Будь то Прынзин, конечно. Вы бы имели полное право требовать обещанное. А то ведь черт знает, кто это такой был. И вот тут может сапожник или, извините, портной. Ну вот тут надо... А тут кто его знает? Может, сапожник, может, портной. А ведь... А, ну, значит, черт. Кто его знает? Кто его знает? Кто его знает? Может, сапожник, может, портной. А ведь кто его знает? Может, сапожник, может, или портной. Или какой-нибудь. Ну там как у Чирков? Может, сапожник или, извините, портной. Или, извините, портной. Тоже через это... Сами понимаете. Что же я буду за какого-то Портного там, сапожника вам Приплачивать А ведь кто его знает Может сапожник Или, извините, портной Ведь мне и платить за него Я честный человек, матушка Мне тут тоже не платить за него Я честный человек, матушка Я честный Был бы приндит Все А тут, извините, кто его знает И тут очень редко Ну уж ты, вы что, сапожник Нет, я честный Это, знаешь, сразу как у Зощенко Нет, папаша, я готов узнавать Я готов узнавать ее Но только в пальте и в шапочке Помнишь, жили там Зощенко в скатеринбе Нет, папаша, я готов Я готов ее узнавать Но только в пальте и в шапочке Так и ту-ту-туж Нет, ну если бы Что же Будь то это приндинг, конечно Будь то приндинг, конечно Так, будь то приндинг Больше Больше, конечно Он здесь Он себе здесь Понимает, что он порядочный Если бы был приндинг Конечно Я бы все удержал Своё слово Будь то приндинг, конечно Конечно. Вы бы имели полное право требовать обещанное. А ведь кто он такой? Может он сапожник или, извините, портной? Так мне платить за него? Я честный человек, матушка. Я честный человек, матушка. Я честный человек, матушка. Я честный человек, матушка. И отойдя, он все же жестикулировал, говорил. Так, тут он включается опять. Понимаешь, у нас там два момента, попрыгивай, но у нас там два момента. Вот если выше подняться, то есть первый раз там, и потом, значит, вот идет по поводу. Но здесь нельзя убирать, потому что здесь идет вот это магнитание ситуации, да, все правильно это говоришь, именно на детальной ситуации, и оно ведется, да вы что, да я же честный, я же порядочный. Какой-то сапожник непонятно там что. Был бы Брейдер, я бы платил. Понимаешь, вот здесь вот ты прям вот, и перед этим тоже, я же обознался. Выставляете? Я же другую честный. Вообще обознался. Борода с там долгую сбила. А кто его знает, там сапожник или что? Давай финал. И отойдя, он все жестикулировал и говорил. Вот и хвост, эти линия. Так, сейчас тогда. Может сапожник или, извините, портной. Так мне платить за него? Я честный человек, матушка. И отойдя, он все жестикулировал и говорил. Если бы ты был прынзен, то конечно, я обязана, ведь кто неизвестно, кто такой. Чуть его знает. Рыжий человек и вовсе не прынзен. Нет, нет, уже это нужно убирать. Я честный человек, матушка. Все, все, я финал. Да, все. Ну да, все, я честный человек, матушка. Все, мне кажется, больше не надо. Будь это прынзен, конечно, вы бы имели полное право требовать обещанное. А ведь кто он такой? Может сапожник или, извините, портной? Так мне платить за него? Я честный человек, матушка. Вот точка. Вот точка. И смотри, какая интонация была великолепная. Ну все. Ура! Ну да, нормально. Сколько, да, полный? Я говорю, два листа, и это уже. Да даже полтора, наверное. Ну да. Даже полтора. Ну давай, с самого начала ты разберешься. Сейчас посмотрим. Чтобы послушать еще. Ага. Потому что, что мне как бы сказку чистили? Да. После второго раза убрали, потом после третьего еще раз убрали. Убирали и убирали. Ну давай. Это попугайчик. Пугайчик. Пугай. А я не съеду. Шел водопад с переодеванием. Клавдия Матвеевна Дальская... Дальская... Адвикция. Дальская Каучукова, молодая и симпатичная актриса, убежала в свою уборную и начала сбрасывать с себя платья цыганки, чтобы обличиться в гусарский костюм. Во избежание лишних складок артистка... Она решила... Вот артистка. Опять. Перед что бы не делай паузу. Ну не делай ее. Перед что бы. Просто не успеваю перейти дальше. Ну у тебя там все, конечно, перезачеркнуто там. Зачеркнуто. Так. Во избежание лишних складок она решила сбросить с себя все до последней нитки и надеть его поверх одеяния Евы. И вот когда она разделась и пожимаясь от легкого холода стала расправлять гусарские литузы... А если вообще все это убрать и просто когда она разделась? Так. Вообще убрать. Вот. И вот так получается. Сбросить с себя платья цыганки и обещаться в гусарские костюмы. Да, и все остальное в норме. И вот когда она разделась... Так, да. А, тогда вот сюда. Вообще все это убираю. Я же говорю, сейчас пойдем. Да. Все эти складки там туда-сюда, в костюм Евы. Она же разделась. Она разделась. Все. Интрига сохраняется. Все. Не обязательно там раскладки. Все, убираем. Начала сбрасывать в себя платья цыганки, чтобы облегчиться в гусарский костюм. И вот когда она разделась и пожимаясь от холода стала исправлять гусарские литузы, до ее слуха донесся чей-то сдох. Грехи наши тяжкие. Недоумевающая артистка осмотрелась. И не увидев в уборной ничего подозрительного, решила заглянуть на всякий случай под диван. И что же под диваном? Она увидела длинную человеческую фигуру. Кто здесь? Убираем все вот это. Она заглянула под диван. Кто здесь? Вообще все это убирали. Кто здесь? Заглянула под диван и сразу же кто здесь? Она решила на всякий случай заглянуть под диван. Кто здесь? Это я. Не пугайтесь, это я. На самом шепоте ей трудно, ей не трудно было узнать голос антрепренера Янтюкова. Вы? Как вы смели? Это значит вы, старый подлец, все это время лежали здесь? Этого еще не доставал? Бабушка, не сердитесь, драгоценная. Убейте, растопчете, но не шумите. Ничего я не видел, не желаю. Напрасно вы даже прикрываетесь, красота моя. Вы, слушайте, старика, ничем иным, но зачем иным? Я здесь не валяюсь, как только ради спасения моего погибаю. Из Москвы приехал муж на иглашеньке, прынзил. Теперь ходит по театру и ищет погибели моей. Ужасно, ведь я ему пять тысяч должен. Мне какое дело? Убирайтесь сию же минуту вам. Слушенька, на коленях прошу, ползай, куда мне от него укрыться? Опять на коленях прошу, ползай, мы же убрали ползай. На коленях прошу, на коленях прошу, куда мне от него укрыться, нежели не у вас? Ведь только сюда он не посмеет войти. Ну, умоляю. Часа два назад я видел его. Стою я, значит, а он идет из портеля на сцену. Стало быть, вы все, стало быть, вы во время драмы здесь валялись и все видели? Дрожу, убить он проклятый. Ведь я уже... А, ведь уже не раз стрелял у меня в нижнем. Казеты в писали. Ах, наконец, это невыносимо. Уходите, мне пора уже эти бассейны на сцену выходить. Убирайтесь. Тсс, якорь спасения. 50 рублей прибавки. Только не гоните. Интонации, старьяности, якорь спасения тоже все. Ты кушаешь, 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 кушаешь прям текст. Тсс, якорь спасения. 50 рублей прибавки, только не гоните. Смера, якорь спасения. 50 рублей прибавки. Должен быть здесь переключение, должно быть. Тсс, якорь спасения. 50 рублей к прибавке, только не гоните Артистка прикрылась и побежала к двери Индюков попал за ней и схватил за лодыжки 75 рублей, только не гоните И еще много нефиса прибавка 75 Растаскивай, растаскивай 75 Представляешь, как ему расставаться с деньгами не хочется Но 75 против 5000, которые он должен, это же не что Но все равно жалко, жаба давит 75 75 рублей, только не гоните И еще пол бенефиса прибавлю Угу Вы лжете Ну лучше да вы, потому что она, да вы лжете Пол бенефисы, 75 прибавки Дальская Каучкова минуту поколебалась и отошла от двери Ведь вы все грете Прорвались я сквозь землю Чтобы в лицарстве небесного не было Ладно Помните же Ну полезайте под диван Индюков вздохнул и полез под диван А Дальская Каучкова стала быстро одеваться Дальская Каучкова стала быстро одеваться Ей было совестно от мысли, что под диваном лежит посторонний человек Но осознание, что она сделала уступку в интересах святого искусства Подобрила ее Подбодрила ее Подбодрила ее Подбодрила ее Подбодрила ее А Водовиль кончился Артистку вызвали 11 раз и поднесли ей букет Уходя после овации к себе в уборную Она встретила за кулисами Индюкова Взаярошенный антрепренер сиял и потирал руки от удовольствия Вообразите, голубушка, посмейтесь над старым крючком То был вовсе не прынден Да борода меня с пандалыку сбила Напрасно только побеспокоил вас Но вы же помните, что мне обещали Но вы же помните, что мне обещали Ага, так Там у Чехова какой знак стоит? Там нет вопроса? Нет Просто забитая Вопроса нет? Нет Нет Ну вы же помните, что мне обещали? Помню, родная моя Ну, голубушка, ведь то не прынден был А мы только насчет прындена мы спорились Зачем я буду обещанно исполнять, ежели это не он? Будь то прынден, ну тогда, конечно, другое дело А то ведь, сами видите, я обознался Как это низко Низко и мерзко Будь то прынден, то, конечно, да Я бы имел полное Вы бы имели полное право требовать обещанное А ведь кто он такой? Может, сапожник или, извините, портной? Так мне что, платить за него? Я честный человек, матушка Сейчас надо ее найти Я его потерял Ага Ну, хорошо, у нас с интонацией надо работать Ну, это еще работать Ты когда наизусть выучишь Будет легче работать уже с интонацией Тогда уже и образ весь конструировал А то каждый раз и пускать приходится Теперь прямо вот этих контрастов Он не хочет расставаться с деньгами Но у него выхода нет Он 50 рублей 50, там 75 рублей И полбенефицита То есть тут он как бы давит на жалость Слезы там льет Там матушка, голубушка Спасительный якорь То есть, понимаешь, там идет сразу Он, как бы это обращение к ней Она его якорь спасительный Она его спасает, не выбрасывая его из гримерки И тут же, понимаешь, спасительный якорь 75 рублей И тут, а тут деловые, как бы, вот тут пытаются с ней, как бы, вот Сделку Она сделала ее Поэтому здесь, когда вот эти сделки Здесь неуместны вот эти сокли там все Вот это уже неуместно будет Ага Как про деньги он сразу покупает Все про деньги Угу Угу Ну, веселее осталось Ну да, сразу Веселее Да, я не знаю Дай бог, чтобы нас Опять из класса куда-нибудь Да, вообще Да, вообще Страва, наконец, в подвал Мы зашли Так, сейчас все узнают, что у меня будет А то, если что, так, не знаю Домой сходить 14, 25 часов А сейчас у нас только час Еще полтора часа До новых До новых Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok